Калининградский государственный технический университет провел День открытых дверей. Накануне, как обычно, к участию приглашались выпускники школ, гимназий, лицеев, колледжей, техникумов и их родители. Кто проявил интерес к этому, попробуем узнать сегодня у ректора КГТУ Владимира Волкогона. Добрый день. Добрый день, калининградцы. Добрый день, коллеги. А кто приходил на День открытых дверей вкратце? Ничего нового я в зале не увидел, потому что были потенциальные студенты, потенциальные абитуриенты 23-го года. Были их родители, бабушки, дедушки. И были, естественно, тот преподавательский состав, которые должны видеть перспективу, кто к ним придет. И, в свою очередь, в хорошем смысле слова, пропагандировать свои направления подготовки на профессиональном языке, для чего они и предназначены. Технические специальности или гуманитарные более востребованы сегодня? Что можно сказать в пользу технарей? Ну, вы знаете, конечно, нас очень радует. Последние годы, я постоянно про это говорю, все больше интерес молодежи, но их родители, естественно. Потому что по опросам, ну, наверное, 40-50% молодых людей, закончивших 11 класс, прислушиваются к мнению родителей. А на базе 9 классов Калининградский морской колледж, наверное, процентов 80. И нас радует то, что внимание и государства, и родителей, и молодежи, главное, к техническому направлению растет с каждым годом. Потому что мы Калининградский государственный технический университет, и Балтийская государственная академия робопромыслового флота – это инженерные специальности, и Калининградский морской робопромышленный колледж – это технические специалисты среднего звена. И, конечно, этот интерес, он нас не просто удовлетворяет, он на нас накладывает, с другой стороны, больше ответственности. Потому что за этим стоит и потребность производства, потребность бизнеса, которые хотят получить на вакантные у них места и в промышленность, где они развиваются, на инженерные специальности, на эксплуатацию современного оборудования, специалистов, которые им нужны, более высокого уровня, чем мы готовили 5-10 лет назад. То есть есть сегодня не только госзаказ, а еще и так сказать бизнес-заказ, социальный заказ на технических специалистов? Да, конечно. И сейчас много делается для этого в таком популизме в хорошем смысле слова. Например, проект «Профессионалитет» – это кластер работодателей Калининградского морского робопромышленного колледжа, университета, которые на одной площадке вырабатывают качество, уровень, требования, правила подготовки и новые методики подготовки. Но в новых методологиях и в новых правилах более практикоемкие программы. И эта программа, в том числе и денежная ее часть, нам дала возможность сейчас на уровне среднего профессионального образования Калининградского морского робопромышленного колледжа приобрести, смонтировать, установить. И до конца года мы запустим 5 современнейших площадок, на которых будут заниматься ребята под производство, которое сейчас уже имеется в бизнесе и в производстве. Но эти площадки используются будут и высшим образованием, для исследований, проведения практических занятий, для научных испытаний. И мы это все решаем в комплексе. Конечно, востребованность именно технических специалистов сейчас возросла, и бизнес в этом заинтересован. Владимир Волкогон, ректор КГТУ сегодня в студии Радио Балтик+. Какую роль КГТУ играет сегодня в развитии региона? Вы знаете, что дает нам право гордиться за наших выпускников, что по ведущим направлениям хозяйства, хозяйствования в регионе, наши выпускники занимают более 70% ведущих должностей и в решении вопросов. Это касается, если начинать с непроизводственной сферы, банковской сферы, это является и кораблестроение, сельское хозяйство, которое, в котором направление это университет, стаж небольшой, там 15-17 лет всего, мы занялись подготовкой сельскохозяйственного направления, но, тем не менее, 70% всего сельского хозяйства перекрыто нашими аграриями, выпускниками. И так во всех сферах. Кораблестроение, Янтарь Энерго. Янтарь Энерго приходит регулярно уже на защиту дипломов, и прямо на защиту дипломов видят свою тематику, которая им интересна, которую они заказывают нашим дипломатам. Своих будущих специалистов. Да, и там же договариваются с ними, на каких условиях наши выпускники готовы к ним прийти. Вот интересно, а особенности поступления в университет в 2023 году какие? Особых изменений по сравнению с 2022 годом не будет. Документы также будут приниматься как лично в приемную, так через почту, через личный кабинет интернета абитуриента, и также через сайт госуслуг. Любая форма, удобная для абитуриента, с подачей документов. Естественно, будут учитываться и всероссийские олимпиады, и олимпиады, которые проводятся нашим университетом и регионам. Также, как мы принимали документы по пяти направлениям одновременно в нашем университете, в 2023 году каждый абитуриент может подать на пять направлений, которые он видит в будущем в своей профессии или может претендовать по своим баллам. Ну, сегодня каждый человек абсолютно по-разному относится к качеству обучения в школе. А вот существует ли сегодня довузовская подготовка и в каких городах ее можно пройти? В довузовской подготовке мы исторически, да, уделяем значительное внимание. Особенно направление физика, математика, понимая, что чтобы абитуриенты и выпускники школ, придя, особенно на программы высшего образования, могли успешно их осваивать и не упирались в тупик, нехватки у них потенциала по этому направлению. На первом же курсе мы ведем подготовительные курсы. Они называются довузовская подготовка и подготовка к ЕГЭ. Но мы преследуем большую совершенно задачу, ставим на это, чтобы участники этих курсов, те, кто прошел эти курсы, с 1 сентября поступив на программу высшего образования, могли успешно их осваивать. И у нас на базе Центра довузовской подготовки уже много лет существует и действует пропедевтический курс, который подразумевает в течение двух-трех месяцев все поступившие в университет абитуриенту, уже как студенты, проходят пробелы, повторяют пробелы свои школьные, физика, математика, черчения которого нет в школе. Это важно, потому что бывает обидно просто, где-то ты получить не мог. Да, информатика. А вы понимаете, что без черчения и без объемного видения того или другого чертежа сложно стать нормальным инженером или техником в этом направлении. Стать изобретателем вообще невозможно. Поэтому мы уделяем этому большое внимание, и 70% этого курса это уделяется внимание тем, что должны были знать со школы, и 30% это уже вхождение в программы по этим направлениям университетских программ высшего образования. Что касается стоимости довузовской подготовки? Довузовская подготовка, то, что касается препедевтического курса, проводится для всех бесплатно. Довузовская подготовка для школьников 11 классов или 9 классов, которые ведется, она ведется на основании, в зависимости от того, объем курсов, наполняемость групп. Но я скажу, что ни одного ко мне обращения не было, чтобы говорили, что это дорого или завышенно. Мы на этом не зарабатываем. Мы используем это как будущий свой потенциал. А площадки где находятся? Здесь в Калининграде или в городах области? Площадки находятся в Калининграде, но мы уже много лет практикуем группы выходного дня с выездом преподавателей в крупные города нашего Востока, если говорить так, то есть Советск, Неман, Краснознаменск, где они собираются из близлежащих школ. И в основном мы проводили эти курсы по физике, математике. Опять же, чтобы с целью, с какой, и я встречаюсь с родителем в этих районах, всегда говорил, наша цель не подтянуть, чтобы был высокий балл ЕГЭ для поступления, хотя и эта цель тоже, а чтобы психологически вы и ваши дети заявлялись на физику, не боясь, что у них не хватает потенциала для сдачи ЕГЭ, чтобы они шли на предмет сдачи физики и набирали больший балл, и психологически были к этому готовы. И в группах воскресного дня, в частности, физики и математики, мы зачастую проводим безвозмездное, то есть бесплатное обучение. То есть из-за того, что вы сказали, можно сделать вывод, что в школах сегодня учат лучше гуманитарным каким-то предметом, чем точным наукам. Я хочу сказать, что за 20 лет наших баллонских взаимодействий уровень физики, математики и предметов, которые готовят ребят к освоению точных наук, математических наук, инженерных специальностей, он значительно снизился. У нас в гостях сегодня ректор КГДУ Владимир Волкогон. Об особенностях поступления в университет в 2023 году мы говорили в первой части нашего интервью. Более предметный разговор пойдет прямо сейчас. Калининград славится двумя судами. Это Крузенштерн и Седов. Обычно они находятся где-то вдалеке от региона, но сегодня, судя по всему, здесь, в регионе, да? Что с ними сегодня происходит? Ну, во-первых, не только Калининград. Вся страна наша гордится, что мы являемся обладателями под российским флагом самых крупнейших и самых крупных и самых знаменитых учебно-парусных судов в мире. И эти суда являются в оперативном управлении Балтийской государственной академии Ревопромыслового флота, то есть Калининградского государственного технического университета. И их задача выполнять государственное задание, чтобы обеспечить необходимую плавательную практику всем курсантам, обучающимся в Калининградском морском ревопромышленном колледже, Балтийской государственной академии Ревопромыслового флота и других вузах Росрыболовства по конвенационным специальностям. Без них выстроить морскую карьеру выпускникам наших специальностей морских невозможно. Но если говорить о том, что обычно они за рубежом, как раз обычно и Седов, и Курзенштерн в это время, начиная с ноября и по апрель месяц, находятся в межнавигационном обслуживании и выполняют необходимые ремонтные работы по требованию регистра. Сейчас эти работы ведутся в полном объеме с требованиями. Финансирование мы получаем через Росрыболовство от правительства, от Минфина, в том числе вкладываются и в небюджетные средства нашего комплекса, чтобы к весне наши парусники соответствовали всем требованиям безопасности мореплавания и требованиям морского регистра. Работы большие, работы объемные, работы высокопрофессиональные, особенно с учетом того, что Седову уже 101 год, паруснику Седову, паруснику Курзенштерн 96 лет, но коллектив, академии, экипажи делают все возможное, чтобы они остались в строю раз, и весной полный рост начали выполнять, продолжать выполнять свои государственные задачи. Мы планируем, что когда будут закончены эти объемные ремонты большие по Курзенштерну, а по Седову они во многом уже выполнены, но есть значительные планы на будущее, мы проведем или пресс-конференцию, или привлечем средства массовой информации, или проведем, уделим этому отдельное интервью по парусникам, что я вам обещаю. Если говорить про географию, то откуда сегодня приезжают учиться в КГТУ? Вы знаете, как ни странно, мы всегда старались привлечь с дальнего зарубежья ребят, которые вообще не владеют русским языком, и через наш центр доузовской подготовки, опять же, изучения, обучения русского языка, пропагандировать наше образование на весь мир. Вот в этом году, 2021-2022 год, количество таких студентов из дальнего зарубежья выросло процентов на 40-50. А из ближнего? Это радует. Из ближнего зарубежья, благодаря в кавычках геополитической ситуации, мы в этом году получили гораздо меньшее количество из стран постсоветского пространства и других регионов на наши специальности по вузовскому образованию. Хотя есть у нас учащиеся из Якутии, есть у нас из Сахалина, из Камчатки, есть Сибири, но от Казахстана, Узбекистана в этом году у нас приехали единицы, были десятки. Всегда, когда находишься вдали от дома, то актуальна проблема жилья. Как проходит заселение в общежитие сегодня? Место в общежитиях Калининградского государственного технического университета именно Балтийской государственной академии промышленного флота и Калининградского морского промышленного колледжа достаточно для тех иногородних, которые приезжают и хотят поселиться в общежитии. Это порядок отработан, заселение проходит нового набора с 26-27 августа каждого года с соответствующими документами ответственности, и мы в течение уже многих-многих лет оплату за общежитие не повышали. Мы понимаем социальную и платежеспособность ребят, их семей, и опять же мы на этом не зарабатываем, и даже не всегда покрываем те коммунальные затраты, которые платит университет нашим коммунальным службам города. Декабрь – это то самое время, когда уже, почти декабрь – то самое время, когда уже возможно подводить итоги. Что касается научных разработок КГТУ, чем похвастаться можно? Мы продолжаем серьезные разработки по биотехнологиям, по переработке отходов рыбной продукции, производства высококачественный белок. Протеин. Эта технология запатентована, сейчас идет изготовление опытных образцов именно производства. Мы очень тесно взаимодействуем по этому вопросу с рыбоколхозом за родину и на их площадке проводим все опыты, все исследования и отработку. Также очень много направлений по науке энергетики. У нас довольно серьезная, сильная научная школа энергетиков, причем, что радует, что там преемственность всех уровней, от 70-летних профессур до старшекурсников, учащихся, все задействованы в этой научной программе. Сельское хозяйство, почвоведение, которое очень необходимо нам в регионе, с учетом миллиардативных всех вещей и так далее. И сейчас все больше внимания региона уделяется прикладной науке, которая творится в хорошем смысле слова в нашем университете. И я думаю, что будет сейчас значительное развитие этого. Мы поставили задачу инвентаризации всех наших патентных разработок за последние десятилетия, которые могут сейчас очень быстро дать производству и бизнесу отдачу, которую можно быстро воплотить при условии инвестиций. И совместно сейчас с производственниками, совместно с бизнесами выбираем и определяемся по этим направлениям, в которые мы будем упираться, чтобы это ускорить, в том числе с целью импортозамещения. У нас остается менее минуты до конца интервью. Ваши пожелания студентам, преподавателям канун Нового года? Как всегда, конечно, прежде всего всем здоровья. Абитуриентам, школьникам, студентам, чтобы студенты не ошиблись в выбранном направлении своей специальности. Чтобы школьники определились в каком направлении профессионального профессионализма они себя видят. А нашему коллективу, чтобы мы оправдали доверие и студентов, и курсантов, и школьников, которые нас выберут, выбранных и профессий, и в качестве образования. Владимир Волкогон был в студии радио Балтик Плюс. Спасибо, что пришли. Спасибо всем. Удачи. Удачи. Удачи.